Великий Крещенский праздник, 19 января, в Вологде торжественно открыли Царь-гору. Несмотря на морозы, прокатиться с самой большой горки России пришли десятки волокжан. Подробнее об этом расскажет Арина Прахова. Фейерверк, буйство красок и, конечно, частушки, дружные пляски и хороводы. Так в Вологде открыли самую большую горку России. Посетить Царь-гору приглашали исторические герои, царские особы. В честь славного праздника полить из пушек, веселье чинить с музыкой и игрищами. Царь-горы каждому горожанину и гостю города прокатиться. Включить Царь-гору в список особо важных объектов Вологодской области. И не только области, но и всей России. Ведь общая длина горы составляет более 125 метров, а высота – порядка 10 метров. Второй такой в стране нет. Прокатиться с ветерком с горы, занесенной в Книгу рекордов России, пришли взрослые дети. Одним из первых проехал с горы и глава города Евгений Шулепов. Ощущение полета, скорости, конечно же, это замечательно, что мы в этом году сделали эту горку. Немножко не повезло с погодой, но сейчас мы, я думаю, что остаток зимы, и до самой Масленицы будем великолепно проводить здесь время. Особенно для наших ребятишек, девчонок и мальчишек – это, конечно, зрелище непередаваемое. Поэтому я приглашаю всех родителей со своими ребятами приходить и кататься, отдыхать на нашей замечательной Царь-горе. Деревянную конструкцию на проспекте Победы начали собирать еще в середине ноября. Открытию в преддверии Нового года помешала аномально теплая погода. С наступлением холодов специалисты полотно залили. И теперь ежедневно горка будет работать на радость волокжан и гостей города. Мы первый раз на такой горке. Очень понравилось, ребенок в восторге, сама бежит. Мы к вам приехали в гости из Челевосца, специально на горке кататься с детьми. Вот, прокатились. Впечатления замечательные. Хорошо. Завидуем. Тоже хотим. Вход на деревянное сооружение бесплатный. Одно из главных условий по технике безопасности. Съезжать можно только на ватрушке. Если нет своей, можно взять прокатик, который будет открыт здесь же во время работы горки. Кроме того, за безопасностью отдыхающих будут следить. На горке у нас работают инструкторы, которые заняты тем, чтобы не ударились, не стукнулись друг от друга. Те, кто уже проехал свой путь. О правилах безопасности должны помнить и сами вологжане. С горки нельзя кататься детям младше трех лет, а до десяти лет только вместе с родителями. Кроме того, подниматься на вершину можно только по лестнице и строго в часы работы горки. На вершину также не пустят, если человек в состоянии алкогольного опьянения. Арина Парахова, Антон Лукьянов, Вологда Портал.